СПОНСОР СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА КАНАДСКАЯ ФИРМА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ANS ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ И БУДЕТ ВАМ СИЛА, МАССА И РЕЛЬЕФ Привет, друзья! Снова канал Heavy Metal Gym, мы в зале PowerSpring И в прошлый раз мы с вами рассуждали, выясняли, как правильно вести себя в верхней позиции, когда мы выполняем становую тягу. Сегодня мы поговорим о стартовой позиции и о нижней позиции при выполнении становой тяги, мёртвой тяги, дедлифта, это всё одно и то же, и румынской тяге. Это очень и очень важно, потому что большинство из вас делает это неправильно. Поговорим о стартовой позиции. Что такое стартовая позиция? На старте движения таз поднимается очень высоко. Это неправильно. Чтобы выполнить грамотно начальное движение, нужно представить, что штанга приварена к полу, и вы хотите её не поднять, а уперевшись руками в гриф, и вдавливать ногами в пол, продавить пол ногами, оставляя таз как можно ниже. Спинку держать ровно, лопатки вместе. Тогда вы выполните движение грамотно. Посмотрите, о чём я говорю наглядно. Обратили внимание на положение таза. Он всегда внизу. Посмотрели? Спина у меня всегда идеально ровная. Я её излишне не выгибаю и не округляю. Держу спину ровно в естественных её прогибах. Это очень и очень важно. Лопатки держа вместе, вы помогаете себе держать спинку ровно именно в верхнем отделе. Не смотря в пол, а перед собой, не наклоняя шею вперёд, вы позволяете нижнему отделу позвоночника быть ровным в его естественном прогибе. Это очень важные моменты, ребята. Если у вас не получается, делайте каждое повторение как новое. То есть подняли с пола штангу, опустили на пол. Подняли, опустили. И каждое новое повторение действительно как новое. Важно, о чём я постоянно и не раз уже говорил, медленно опускаться в нижнюю точку амплитуды. Во-первых, негативная фаза движения основная. Если вы будете бросать вес под действием силы тяжести, вам придётся ловить его внизу, если вы не касаетесь, не опускаете, вернее, штангу на пол. Будет происходить страшный эффект амортизации, когда вы будете ловить этот вес, пытаться его зафиксировать. Мощнейшая нагрузка будет бить по позвоночным дискам. Нам это не нужно, это опасно. Что нужно делать? Либо контролировать, брать такой вес, пусть у вас уйдёт 2-3 месяца, полгода, на то, чтобы грамотно, медленно опускаться, не касаясь пола, подниматься в верхнюю амплитуду. В верхнюю точку амплитуды. Потратьте на это время. Чем больше, чем грамотнее будет ваша техника, тем безопаснее будут ваши тренировки. А безопасность и здоровье, как вы помните, во главе угла. Так что, поначалу, каждое повторение делаем как новое. Опускаем штангу на пол. Когда мы уверены, что таз у нас всегда внизу, что движение происходит во всех суставах, что мы не выполняем наклоны, а мы делаем приседания и наклоны одновременно. Коленные суставы работают с тазобедренным одновременно. Вы это всё можете посмотреть пофазно, я рассказываю в большом видео о становых тягах. Это очень-очень важно, ребята. Нюансы техники – это то, что позволит вам грамотно работать с большими весами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особенно это касается девочек. Даже когда вы делаете румынскую тягу, из нижней позиции штангу мы поднимаем как для становой тяги. То есть опуская таз вниз. Убираясь ногами в пол, продавливая пол, поднимаемся. Либо со специальных подставок. Помните, медленное подконтрольное опускание. Либо ставим штангу на пол, либо фиксируем её на весу и поднимаемся обратно. Но ни в коем случае не бьём блинами о пол. Это самое страшное, что может быть. Происходит мощнейшая перегрузка и травма межпозвоночных дисков. Помните об этом всегда, ребята, когда вы выполняете становые тяги. Если у вас возникают какие-то вопросы при просмотре моих видеоуроков или когда вы читаете статьи, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я на все обязательно отвечаю. Ни один не останется без внимания. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силён. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажёрном зале. Всем пока!